Напомню, друзья, что в 2014 году комплекс был практически полностью разрушен во время боев. В Саур-могиле были жестокие, жесткие бои и открытие запланировано комплекса уже на сентябрь этого года. Мы восстанавливаем. Информационный канал на первом начинает свое вещание. Программа «Время покажет». Работаем в прямом эфире. Кадры ночных боев. Армия России нанесла удары по противнику между Краматорском и Константиновкой. Кадры этой ночной работы вы видите на ваших экранах. Донецк тем временем, к сожалению, опять под обстрелами. В СУ обстреляли из 152-мм артиллерии Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В Иловайске всю ночь тоже раздавались взрывы. Погибших, к счастью, нет. А теперь, друзья, такая эксклюзивная новость, которая продолжает уже ставшую традиционную историю разговоров так называемого президента Зеленского в виде пранкеров Лексуса и Вавана с культовыми голливудскими сценаристами и режиссерами. В этот раз президент Зеленский дозвонился режиссеру Твин Пикс Дэвиду Линчу, который был презентован в Казанском федеральном университете, этот пранк. Пранкеры поговорили и услышали очень необычное предложение со стороны Дэвида Линча. Предложение, которое сильно отличается от того, что предлагал Стивен Кинг. Давайте посмотрим. Я искренне этому рад, господин Зеленский. Я очень рад иметь возможность говорить с вами. Технологии достижения мира, хотите верьте, хотите нет, гораздо более действенные, чем технологии войны и убийства. Что ж, следует мне напрямую провести переговоры с Путиным, чтобы достичь данного соглашения? Да, вам следует поговорить с ним напрямую. Вам следует поговорить с ним напрямую. Позвоните ему по телефону. Организуйте виртуальный ужин с ним. Обсудите все вопросы. Найдите действенное решение. Это просто нелепо. Всякий раз, когда возникают проблемы, есть что-то, что нужно ему. Есть что-то, что нужно вам. Вы обсуждаете эти вопросы за виртуальным ужином и находите выход из ситуации на практике. Таким образом, вы полагаете, что нам с ним следует выпить по пиву или что? Да, вам с ним нужно выпить по пиву. Хорошо. Да, даже по паре кружек пива. Не знаю, пара кружек пива будет ли достаточно для обсуждения разговора, но сам тренд очень интересный. Если Стивен Кинг говорил о том, что он готов написать сценарий для постановочного видео по типу Буччи, то Дэвид Линч предлагает Зеленскому сесть за стол переговоров. Это интересная тенденция. Мы ее сегодня обязательно обсудим. Продолжаем свою работу и сразу переносимся в Донецк. С нами на прямой связи военный корреспондент Тимофей Ермаков. Давайте узнаем у него последние новости. Тимофей, привет. Что происходит в Донецке сегодня с утра? Приветствую, Руслан. Сегодня была очень тревожная, неспокойная ночь вообще по всей территории ДНР. Первая и главная новость, что был обстрелян из реактивной артиллерии. Тыловой город Иловайск всю ночь. Плеслежащие поселки и мирные кварталы слушали детонацию от разрывов снарядов. К счастью, нет информации о пострадавших. Скорее всего, пострадавших нет. Но, чтобы понимали, город Иловайск, он тыловой и находится примерно километров 45 от линии фронта. Можно предположить, что пили как раз таки из поставленной украинским боевикам американской артиллерии. Также, ближе к утру, была обесточена шахта имени Засядька. Вот восточный ствол был обесточен под землей. Прямо сейчас находится 33 человека. Но и также не прекращались артиллерийские удары по Донецку. Непосредственно пострадал в том числе и Киевский район. Были нанесены удары, массированные удары из РСЗО. Ураган всего вообще за 28 июля в Донецке пострадало 23 человека. Один погиб и 22 ранены. Вот и сейчас, в общем-то, мы слышим разрывы снарядов. Слышали, слышали. Это оно и есть, да? Да, это оно и есть. Так точно. Но я могу сказать, что все нацисты, которые нас сейчас могут смотреть, ваше действие никак не повлияет на продолжающее начатое наступление на Авдеевское направление, на Маринку, Донбасс, и Украина будет освобождена. Так, подожди, подожди, подожди. Ты нам проанонсировал, что наступление уже идет на Авдеевку. Так точно. Оперативная пауза окончательно закончена. И наши подразделения, в том числе и интернациональная бригада «Пятнашка», и батальон «Сомали», знаменитые донбасские пираты, уже приступили к штурму населенного пункта Пески. И сейчас идет мощная артподготовка. Уже третий день не стихает артиллерия наша. Русская артиллерия долбит позиции нацистов на Авдеевском направлении. И в скором времени, я думаю, что штурм перейдет в свои активные фазы. И этот населенный пункт, из которого постоянно, уже на протяжении 8 лет, происходят обстрелы в мирных кварталах Донецка, это направление будет нами полностью освобождено. Вот это новость. То есть Пески, я так понимаю, последний населенный пункт перед непосредственно Авдеевкой. И взятие Песок означает, что Авдеевка – это штурм? Взятие Песок и районов вокруг Песок, такие как Тоненькая, например, Водяная, именно оттуда постоянно на протяжении всех этих 8 лет шли обстрелы мирных кварталов Донецка. И с освобождением этих мест обстрелы, соответственно, прекратятся. Ну и также начнется замыкание Авдеевского котла и уничтожение находящихся в нем нацистов. Вот это хорошая, приятная новость нам подготовил с утра. Какие еще у тебя новости? Сюрпризы есть? Так точно, сюрпризы. Мы живы. И продолжается. И вот большой друг нашего проекта – скрипачий вортуоз. А я его знаю, мы видели с жителями Альяны. Привет-привет. Здравствуйте, коллеги. Петр приехал не один, он привез всю свою семью. Семья у него большая. Это мама, папа и младшая сестра приехала. Одна из младших сестер. Одна из. У меня всего пять, так что нельзя сказать, что я их привез всю семью. Петр, как решились твои родные на поездку в Донецк? Ведь здесь так неспокойно. Да, ну это такая не случайная, конечно, случайность, потому что человек, который должен был нас везти в Донецк, в этот раз мы решили поехать на машине, потому что мы везли груз в помощь армии. Он заболел, он заболел, и в последний момент, за день до выезда, выяснилось, что у нас нет машины. И вот таким образом получилось, что вот отец нас, так сказать, выручил. И заодно мы взяли, конечно, маму и мою сестру, как я уже сказал. Вот и очень счастливы, что здесь оказались вместе. Ну, у вас, пожалуй, одна из самых знаменитых музыкальных семей в России. Доник, скажите, пожалуйста, вот как вам люди Донецка, и я знаю, что вы привезли еще и классическую музыку, да, в Донецк. Скажите, зачем, для чего нужна классическая музыка в Донбассе? Что она дает? Ну, классика, не только музыка, классика дает понимание реальности. То есть без системы координат, в особенности во время бури, очень легко пойти или в другую сторону. И вообще понимание, где пер, где низ, это самое главное для того, чтобы действовать. Для борьбы? Вообще, чтобы действовать. Не только для борьбы, для того, чтобы понимать, зачем. Без классики, скорее всего, это невозможно. В данный момент Донецк борется с фашизмом. Вот эта музыка может дать системы координат? Есть ли генетическая память у людей Донбасса борьбы с... Ну, это очевидно, что здесь мы вчера были на таких страшных мемориалах. Донецк одна из таких областей, которые представлялись в Великой Отечественной войне, в особенности, крепко. И здесь, конечно, сохранились эти традиции, видимо, просто и даже не сохранились, это ощущение буквально всем существует. Поэтому... Так, у нас на самом деле грандиозные планы. Петр, давай. Так точно, мы едем вместе с моим другом, с настоящим канистом, с итальянским паспортом, с Романовским, едем в Куполь, и, кстати, несколько концертов. Ну, мы отправимся... Вот, до конца. Так, связь у нас совсем плохая, но из того, что мы поняли, во-первых, семье Лундстримов большой привет за то, что делают, всем музыкантам огромное спасибо. И классическая музыка, о которой ребята говорят, действительно, та основа, на которой... Вот пытался Тимофей провокационный вопрос по поводу борьбы задавать. Это не только борьба, это созидание, и прежде всего созидание. Спасибо вам большое, ребята. Вы большие молодцы, удачи. И ждем репортажей с передовой, где вы не боитесь выступать. Спасибо большое. С нами был на прямой связи Тимофей Ермаков, военный корреспондент, с нашими друзьями, друзьями проекта «Мы живы», а тем временем Марьяна Наумбу, она находится сейчас там и продолжает наблюдать за тем, как мирные люди восстанавливают свою жизнь и возвращаются к обычной нормальной жизни. Давайте посмотрим. Ежедневно наша съемочная группа отправляется в путь по городам и селам Донбасса для того, чтобы кто-то в очередной раз смог услышать от своих родных и любимых долгожданные слова «Мы живы». Это Есиноватская школа-интернат номер 14. Она регулярно страдает от обстрелов в СУ со стороны Авдеевки. И бьют не по военным частям, бьют по мирному населению, по школам и по детям. Не дают умрать вовремя все, потому что каждодневные обстрелы, которые просто не дают жить нам. Жить, работать, учить детей. Получается, прилет был чуть дальше, да? Это от осколков повредились стекла. Вот тут у нас спальный корпус. Девочки, мальчики ночуют, когда остаются. Ученики наши. Вот сюда был прилет. Да, вот прилет был. Ну, соответственно, сейчас детей здесь никого нет, да? Нет, детей сейчас нет. Сейчас не на дистанционном обучении все. Ну, а вот раньше как? Вот дети учились, да? Был учебный день. Вот. Они здесь находятся постоянно, и даже в это время, соответственно, случаются прилеты. Обстреливали. Да, да. Почему такое название дается санатору? Потому что дети ночуют, а лечебная физкультура, есть и медицина. Когда бывают прилеты, осколки летят прямо в окна, и окна, соответственно, разбираются, и вот убрали цветочки, чтобы они не пострадали. Все, абсолютно все. Это точно я вам говорила. Все окна у нас. У нас полностью повредилось все. Люди-то такого не сделают, правда? Это не просто террорист, это геноцид, это полное истребление нас. Просто истребляют. Вот, я не знаю, наверное, хотят стереть с лица земли, но не получается, не получится. Неужели не видно, что это учреждение образованное? И посмотрите, природ, по словам, это же не просто природ. Вы же видите, что это? Это же осколочки. Когда был последний обстрел, получается, вчера? И вчера был, и сегодня утром был. А у нас каждый день обстрелы. Сегодня утром снова был. Вчера снова был. Они не прекращаются. Почему это все началось? Даже если мы с вами не политики, мы можем о чем говорить. Почему началось? Ведь многого никто не требовал. Мы русскоязычное население. И мы хотим говорить на русском языке. Дети наши тоже русскоязычное население. Но нам же запрещали это делать. Запрещали свое мнение высказывать. Поэтому все и началось. Это вход в укрытие, которое тут же есть. Забанят стуклами. Укрытие номер два. У нас получается такое как-то подвальное помещение, так можно сказать. Тут стульчики. Если вот света отсутствует, вижу свечи, да, спички, аптечка. Да. И вода. Да. Здесь дети жили. Здесь жили дети, да. Вот даже детские игрушки остались. Честно сказать, сердце плачет, потому что вспоминаешь, когда вот здесь жили дети. Постоянно был детский крик, шум. Знаете, вот как будто вырвано что-то. Жалко, обидно, но ничего. Все восстановим. Главное, чтобы все были живы и здоровы. А восстановить восстановим. А раненые детей не смогут? Нет, у нас, к большому сожалению, есть раненый ребенок, но, к счастью, один. Это Гриценка Настя, которая тяжело получила ранение. Поэтому, сегодня, когда мы с вами поедем к Насте, вы посмотрите на ее глаза. Это, конечно, для нас большое горе. Но это не в школе произошло? Нет, это не в школе. Учебно-воспитательного процесса не было. Она с мамой шла в колодцу для того, чтобы набрать воды. Окно лучше открыть, чтобы было слышно прием. И можно было быстро прятаться. Поясиноватой ездить с закрытыми окнами не рекомендую. Признак дурного дома. Да, поясиноватой – да. Вы заметили, что никто не едет с закрытыми окнами. Расскажите, в каком состоянии Настя поступила к вам? Настя поступила в тяжелом состоянии в реанимационное отделение после перенесенной тяжелой операции в связи с проникающим ранением брюшной полости. И проводилась ампутация нижней конечности верхняя треть бедра правого из-за массивных повреждений правой конечности нижней. Сейчас находится в отделении на восстановительном лечении. Раны заживают, раны очистились. Мы надеемся на то, что в ближайшее время это все заживет. И тогда станет прямой вопрос о дальнейшем протезировании. Мы к вам. Здравствуйте. Привет. Как у тебя дела? Нормально. Нормально? Да. Страшно было. Да. Она просто не поняла, что произошло. Она не чувствовала свою ногу просто. Оно пыль, все вот это, все в пыли. Она не видит меня, ничего. Не чувствовала сразу ногу. Сразу нога и все. Ее спасло то, что ее жгутом в артерию перетянули ногу. Рома Иванов. Это военный хлопец, который приехал себе на квартиру и в это время был обстрел. И он не растерявшись взял жгут и притянул ей артерию. И взяли носилки. Он позвал еще другого хлопца и на приемный покой, и в операционную. И там все, пошло. Весь процесс пошел. Становимся на костыли, уже по палате, уже пытаемся ходить на костылях. Хорошо. Идем на выздоровление. А дальше что планируете? Дальше, как нам сказали, что протезирование будет. Есть фонд Евгения Миронова, нам сегодня хирург приложил. И хотят нас сюда. Мы, если что, тоже посодействуем. Хорошо. Я просто уже не раз смотрела в эти глаза. Знаете, вот в глазах полная слез. Потому что она понимает, она стала, да, ей заботы много, внимания много, но она уже взрослая, она понимает, что она инвалид. Ей бы нужно лечить душу еще. Это так тяжело. Я каждый раз приезжаю от нее, вы знаете, вот, как-то вот себя чувствую, не знаю даже, ну, не по себе. Просто вот, такой осадок на душе. Смотришь на этого ребенка, к которому, ей бы бегать, ей бы играть, ей 13 лет всего. А она, поэтому, вот это вот и страшно. Жалко коптера нету с собой, да? Мне бабушка рассказывала, что где-то в Крыму есть красивые маковые поля, а я их нашла по дороге в Мариуполь. Только посмотрите на эту красоту. Здесь, в центре Мариуполя, местные развернули рынок. Жизнь просто кипит. Машины, люди, товары. Здрасте. Здрасте. А у вас тут, смотрю, куча всякого вкусного продается? Здрасте. А у вас это откуда вы? Морковку уже свежую трем. Ого. Кабачок свежий, огурчик тоже. А вообще в дом, жизнь. Да, обнулись, теперь в пяти утра встаем, и работали. Ничего, мы работы не боимся. Слизко, да? Да. Я извиняюсь, просто в шевле срезалов. Ага. Что там у вас, а? Ну, вчера вот по Калининскому району целый день стреляли. Какие-то перспективы. Где вы будете еще с нами? Хоть что-то. Дом в пепел, фирма в пепел, две квартиры в пепел. Мне даже родителей некуда забрать. У меня местные говорят, что вообще, как будто был приказ город полностью уничтожить. Ну, похоже. Дело в том, что они же поливали, когда только подошли еще войска к окраинам города. Они уже центр начали поливать, все застали. И нас же не выпускали из города. Когда блокпост разбили в сторону Нелетина, тогда народ начал удирать там машина. А до этого же не выпускали. Ну, честно. Ну, живой щит. Может, вам помочь как-то? Все. Так, вы сейчас ногой, наверное, ударитесь. Все. Так. А у вас тут что, домашнее что-то? Конечно. У нас была кондитерская, кондитерский цепь. Ага. А сейчас его разберем. Вот что осталось, потихонечку продаем, чтобы какие-то деньги собрать, восстановить. А это у вас что такое? А это повидло. Повидло? Повидло джемы, да. Мы делали печенье. А вы сейчас вот это сами от себя продаете или вот как-то оформляться надо, вот это, чтобы продавать? Оформляются. У нас есть документы, но документы украинские. Вот сейчас делают ДНР. А цены-то недорогие, да? 120 рублей за баночку. Мы же так ставим, чтобы люди могли покупать, потому что пенсии у нас как таково еще нет. А это вы продаете, чтобы у вас дома было? Да? Продаю, потому что хочу заработать денег и поехать забрать семью свою. Они раненые, в розыске лежат. Мы расстреляли машину. Тест, жена, дочка живая. С дочкой. Хочу заработать денег и уехать. А покупают вообще хоть? Ну, покупают. Я уступаю там ботишок. Ну, всем трудно. Сколько у вас вишня стоит? 5 гривен. 5 гривен? А что? Это 50 рублей. Давайте, я у вас пакетик возьму. Спасибо большое. О, клубника. Ничего себе у вас тут продукты продается. Откуда все? Бердянск. В Бердянск? А как вы оттуда возите? Пропуск, фильтрации проходили. Пропуск, проходили. То есть вы на своем фургончике ездите в Бердянск? Там закупаете, получается, здесь перепродаете. Ну, вы так быстро адаптировались, смотрю. А, жить разобрали. Снова бой. У меня ребенок в подвале, мне надо его кормить. Мне выхода нету, расслабляться. Жить надо. Ну, что вы продаете? Что это за вещи такие? Что за вещи? Был магазин. Остатки, потому что не разбомбило. Хотя бы поесть выносим за бесценок, а доеду. Люди ж полые бусы. А ты кеды себе высмотрела? Да, уже давно. Да? Здесь где-то покупала? Здесь. Да? Ну, хорошие кеды, смотри. Ну, что делать, когда все сгорело? У вас из актуального, конечно, шлепки, да, всякие есть? Шлепки такие. Обувь в основном. Хотят обувь. Белье хотят. Ну, трусов нет, носков нет. Люди просят, но у нас их нет. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, что у вас тут за торговля такая. Я работаю на комбинате «Азовсталь» с 1995 года. Моя супруга тоже. Я старший диспетчер завода, бывший. Моя супруга – ведущий инженер, эколог. В этом году у нас 30 лет совместной жизни. Ничего себе, какая у вас история? Мы, в принципе, пострадали довольно-таки незначительно. Ну, наши квартиры вылетели только окна, сгорел кондиционер за окном. Ничего себе, везунчики, можно сказать. Везунчики, везунчики. Ну, до июля пока здесь посидим. В июле будем ехать. Ну, как бы обещают, что предприятия будут восстанавливать. Те люди, которые были у руководства холдинга, остались здесь. Как бы созванивался с ними. Говорят, никуда не уезжай, давай посмотрим, что будет дальше. Но все равно поедем на месяц, на два. Посмотрим, поживем в Челябинске. У меня дедуля там еще живой. 95 лет ему. Ну, там с родственниками. Передавайте. Всем большой привет. Мы живы, родители живы. Это самое главное. Да, это самое главное. Мы приехали в Мариупольский морской порт посмотреть, что изменилось. Я вот уже вижу рабочие краны. Трудятся рабочие. Теперь разобрали территорию порта. Рассказывайте, как ваш порт функционирует теперь, да? Порт полноценно начал работать. Второе судно грузится металлом. Третье на подходе. И будет постоянная линия уже по отгрузке. И самое главное то, что пошли грузы с России в Мариуполь. Это вот заканчивается освобождение новых ворот. Это последняя стадия уже. А там что это делает этот корабль? Там были затоплены в ССУ два плавкрана. Один уже подняли. Сейчас поднимаем второй. Их полностью поднять нельзя. У них большая масса. А их в воде прям взрывают? Да, прям под водой. Часы какой он здоровянный. Вот это вот здесь рвануло. Видите? Какая мощность должна быть? Ну, я же... Мощность страшная. Мэр прибыл. А, все, все. Мэр этот, глава прибыл. Какой глава? Глава администрации города Мариуполя. Это тот, о чем мы с вами говорили. Можете его заснять? А я, кстати, с ним не знакома. Познакомлюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Константин Владимирович. Вы у нас глава Мариуполя. Да. Первый раз с вами увиделось. Ну, а вы расскажите, вот каково быть главой Мариуполя, города, который практически стерли с лица земли, полно разрушений. Как вот, как восстановление сейчас идет? Сейчас у нас заходят... Уже несколько колонн техники зашли, уже зашли, зашла Московская область, правительство, правительство Московской области. От Тулы колонна зашла с подрядчиками. Зашло Министерство обороны с подрядчиками. И когда будет вода, электричество, есть какая-то информация? Вода уже идет. Вода уже идет в Октябрьском районе идет, в Приморском районе идет. Но заполнение этих труб связано с большими потерями водяными. Поэтому мы не доводимся, не можем сейчас довезти до каждого дома, даже квартирного, до каждого дома частного. Не хочу говорить, когда мы это сделаем, но очень скоро. Очень скоро. Супер. А с мусором чего делать? Смотрю, много еще осталось. С мусора... Ну, вы же понимаете, два с половиной месяца вообще не вывозились. Вот на такой большой город всего восемь мусоросборочных машин. Восемь. Маловато, надо еще прислать. Как так-то? Прислите. Присылайте. А то мусора много, надо вывозить. МЧС, вот, действительно, хочу передать большую благодарность. Все, можно? Давайте. Большую благодарность всем тем людям, которые сейчас помогают. Сколько волонтеров приезжает с Российской Федерации, вы просто не представляете. Слезы наворачиваются на глазах, когда ты чувствуешь такую поддержку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проект «Мы живы» продолжает работу. Я точно знаю, что нас смотрят на освобожденных территориях. Нас смотрят в Донецке, в Луганске. Если вы хотите рассказать свою историю, пригласить Марьяну Наумову, нашу съемочную группу, для того, чтобы мы сняли сюжет, ищите своих родственников или хотите оказать помощь на сайте мыживы.рф, это можно сделать. Если вы где-то на Украине, и сайт мыживы.рф у вас заблокирован, то есть социальные сети ВКонтакте, Телеграм. Находите нас, пишите, не стесняйтесь, потому что мы говорим об обычных людях, которые находятся там. Помогаем им найти друг друга и рассказать свои истории. Телеграм.